всем привет меня зовут кристина вы на канале вязание давненько меня не было на канале все дело в том что я приболела потом я уезжала и в общем не было возможности для съемки я даже в том месте пропустила видео о готовых работах а решила все-таки это видео снять тем более что пока я болела у меня не было возможности отвести игрушки магазин и они у меня все в наличии вроде бы все вообще сегодня будет видео о готовых работах за месяц апрель я буду показывать игрушки совершенно не в хронологическом порядке так как уже довольно таки много прошло временем и я не помню какую игрушку я вязала первую как у вторую ну в общем думаю это логично так давно не снимала что меня даже не слушается фокус наконец первая вязаная игрушечка это вот такой вот кактус его я по уже показывала вяза блогах но так как вяза логине все смотрят я хочу показать еще раз а я прикрепила карабинчик и это у меня будет такой брелочек вязала по мастер-классу на ю тубе оставлю вам ссылочку все ссылочки на схемы на описание будут под видео так вот такой в общем кактус он вязался вот эта часть поворотными рядами а это вот просто по кругу такой цветочек карабинчик так также я вязала птичку вот она у меня здесь в клетке такой импровизированы это тоже бесплатный мастер-класс на ю тубе а птичка такая вот малюсенькая получается буквально там 4 сантиметра с хвостиком вот такая маленькая бусинки у меня здесь перешивные возможно даже можно ставить и глазки на безопасном крепление ну так как игрушка слишком маленькая я не стала заморачиваться также в оригинале у автора здесь ножки вывязываются я же упростила все это дело просто их вышила и получилась вот такая вот маленькая птичка вся деталь к птичке вяжется без отрывным вязанием и пришивается вот только крылышки и буквально тут делается узелочек чтобы привязать клювик и получится такая птичка которую можно допустим повесить или подцепить допустим на цветочек какой-то комнатный ну в общем интересная такая малютка также еще была у меня одна птичка не совсем птичка у меня вот такая вот курочка хотела я связать таких как пасхи но потом что-то подумала не особо актуально ну такая игрушечка это все-таки больше так связать для себя кому-то подарить для магазинчика не подходит вот такая курочка это по мастер-классу олья скаровой олег аст в общем канал на ю тубе я думаю все прекрасно и узнают это ее вот мастер-класс такая маленькая курочка все детальки пришивные яичко вот это вот вяжется одной деталью принципе это логично глазки у меня здесь бусинки пришивные просто потому что я забыла их вставить следующий вязаная игрушка были вот такие вот авокадо шки всеми любимые сейчас довольно таки популярная игрушка независимо от того какого она размера это у меня вот такие вот брелочки а я их уже вязала и в магазине их раскупили поэтому решила связать еще такие брелочки авокадо шки вяжутся очень быстро пряжа уходит мало чем такая быстрая недорогая игрушка схема на эти авокадо шки есть у меня в группе вконтакте ссылка будет в описании вот такие миленькие на камеру может быть не видно но вот это вот авокадо шка поменьше вот эти вот два побольше потому что я их касала другим крючком но по сути наверное особо разницы не видно так ну покажу еще одну маленькую игрушечку которая у меня идет как брелочек это вот такой вот зайчик это наверное цвет фуксия я же на задавается валерия от фирмы аделия вот такая пушистенькая пряжа в общем вот такая миленькая игрушечка здесь у нее вот такие вот миленькие глазки обычно я использую просто черненькие ну вот заказала вот такие вот новенькие и решила их тоже поиспользовать я думаю смотрится неплохо я оставлю вам здесь вот подсказку и вы сможете посмотреть какой зайчик был до того как я его начисала так это все такие маленькие игрушечки и остальные будет немножко побольше также в том месяце был связан вот такой вот мишка это мишка не он такой маленький малыш вязала его из ниточки велюр кстати не говорила вот эти вот малыши это у меня из yarnart джинс связались в принципе в основном я вижу из yarnart джинс и cotton gold хобби это бесплатный мастер-класс на ю тубе также будет ссылочка в описании этими шутка связан по мастер-классу холодусь окнец у меня не совсем получилась игрушка как у автора за счет того что у меня глазки не глиттер на и у меня не такая очень не такая красивая мордашка получилось на мой взгляд но все равно мишка симпатичный и очень даже такой игровой получился я собиралась вязать ему свитеру какой-нибудь но руки как-то до этого не дошли кстати на мишку ходит буквально пол моточка пряжи то есть с одного моточку можно связать два мишки следующая вязаная игрушка был вот такой вот зайчик это платный мастер-класс надежды лебедевой также у нее есть канал на ю тубе называется книта лак я участвовал в тестировании вот такой милашка получился есть вот такой вот маленький хвостик я кстати в основном не говорю размер игрушек и так как все игрушки у нас получаются разные то допустим вот такой вот зайчик у кого-то получился 12 сантиметров кого-то 13 у кого-то 16 и все это зависит от того как мы вяжем каким крючком также зависит от плотности от крючка даже бывает партия разную пряжи и уже ниточка тоньше толще и размер получается разный вот поэтому нельзя опираться на мои размеры также еще в то месяце была связана вот такая вот собачка это собачка также по мастер-классу надежды лебедевой также как и зайчик вот такая вот симпатичная собачка с таким вот сердечком мастер-класс называется сердечная собачка вот так она выглядит это мне девчонка хоть она и в таких вот ярких цветах в зелененький голубенький ну все-таки я думаю это девочка все равно придется кашель вырезать ну да ладно в общем вот такая вот малышка также оставлю вам ссылочку на инстаграм надежды и если вы захотите связать какого-то зайчика то сможете к ней обратиться данные мастер-класса вот эти вот два они платные далее у меня еще был связан вот такой вот левушка это мой мастер-класс которого еще нет на канале да вот так вот ну кто смотрит мои постоянные газовлоги тот знает что я создаю коллекцию игрушек которые вяжутся по одной схеме добавляя просто какие-то другие детали то есть тело вяжется одинаково а допустим ушки мордочка и вот допустим тут гриба мне добавлено хвостик уже вяжется по-другому сожалению конечно мастер-класса пока нет но будущем он будет и когда он появится я вам оставлю здесь ссылку ну и принципе других видео об этом расскажу но пока мисс к сожалению ничего нету ну что хочу сказать кто вяжет уже не первый год тот прекрасно может взять основу моего котика либо лисички которые уже есть на канале я оставлю вам здесь подсказки и просто сами связать мордочку ушки и гриву привязать просто вот петельками вот такими вот как допустим мы привязываем кукле волосы можно даже всю голову такими волосами сделать гривой ну мне вот понравился такой вот вариант когда просто одна полосочка я кстати никак не обрабатывала эту гриву просто вот привязала и она вот так торчит ну то есть может быть немножко на неровная но в принципе на форму держит и вот так вот не заваливается просто торчит так вот такая вот у меня игрушка есть далее у меня есть вот такой вот черепашон очек миленький с вот таким вот рюкзачком его я уже вам тоже показывала но хочу показать еще раз ведь это видео о готовых работах за месяц шляпка у него снимается я ее не пришила еще но даже не знаю пришивать или нет или может быть какую-то резиночку вот так вот сделать привязать чтобы как панамка было чтобы не спадала ну в общем не знаю буду думать потому что ну здесь как бы такая отличительная часть черепашки вот эти вот пятнышки и как-то прикрывать ее не очень хочется но даже есть отнести магазин то такая шляпка может где-то потеряться среди игрушек пока будут как бы трогать игрушки ножки я не пришивала оставила их вот просто в таком виде чтобы игрушка могла сидеть на шпагатике вот так вот здесь очень интересная задумка панцирем я вам оставлю ссылочку на мастер-класс это мастер-класс оксан из канала мои малыши и посмотрите очень интересно вот связан этот панцирь он снимается это как будто были рюкзачок такой здесь вот завязочки чем такая милая игрушка по этому же мастер-классу еще можно связать девочку в повязке там с цветочком ну у меня связалась только одна игрушечка кстати игрушка очень интересно вяжется начинается с головы вяжется полностью увязываются ручки вяжется ножки и вот здесь вот закрытие игрушки я обожаю такие игрушки которые цель навязанные минимум пришиваний даже панцирь не пришивается здесь ничего все вяжется как бы одна деталька и без пришивания так наверное я здесь же много игрушек наложила и надо бы это дело убрать также в апреле у меня был связан вот такой вот малыш йода я смотрю девочки на каналах тоже многие его связали уже это мастер-класс платный елена гараниной на мой взгляд это самый такой милый и правдоподобные йода по крайней мере по картинкам в интернете вот такой малыш мантия у него снимается и довольно таки интересная игрушечка вяжется все быстро кроме головы я не знаю почему здесь очень много рядов и даже вот девочки все говорят то что им тоже было сложновато вязать эту голову хотя я думаю что такая проблема только у меня вязать одинаково много рядов в общем я тоненькая ниточка ирис вышла здесь бровки и носик она немножко как бы на камеру показу что не очень видно это все но живую довольно таки хорошо выделяются эти все стежки я сначала хотела прошить еще один раз но решил оставить все таки потому что когда вживую смотришь все это видно но камера конечно искажает так вот такой вот малыш и далее у меня было нашествие медведей я вязала мишек из полушерсти это был мой первый опыт из такой вот пряжи я вперед как-то пробовала связать мишку саймона он не не совсем понравился потому что там была очень толстая пряжа были остатки и я просто решила попробовать этих мишек я вязала из пряжи alize lanagold classic в общем не буду искать этикеточку от этого моточка я ее уже положила в пакетик собираю все этикеточки как и в прошлом году в общем вязала из вот такой вот пряжи это 49 процентов шерсти и 51 процент акрила в общем вот вот такие показатели здесь 240 метров в 100 граммах вот вязала из такой вот ниточки вот эти все четыре мишки были связаны из вот такого моточка и еще был остаток рам 30 в общем примерно на мишку уходит 36 наверно грамм ну где-то так чуть больше 30 но не 40 потому что на вот такого маленького уходит 22 грамма я уже потом додумалась весить чтобы знать сколько нужно пряжи на вот такого маленького так получается что вот эти вот мишки 2 получается что вот эти вот два мишки связаны по мастер-классу как из канала вязаный мир о микруми этот мини мишка этот чуть побольше ссылочки на мастер-класс будет в описании вот этот мишка немножко изменен мною я ему скосила ножки и все остальное связано по мастер-классу то есть просто ножки другие вот до сюда а все остальное по мастер-классу вышла немножко по-другому носик но в принципе они одинаковые просто мне захотелось эффекта вот таких скошенных ножек вот такие малыш и этот маленький полностью по мастер-классу а вот этот я вязала по мастер-классу в инстаграм в общем оставлю вам ссылочку на группу вконтакте и там будет схема много пушистых игрушек там зайчики и мишки и котики и они все связаны по одной схеме то есть что вот этот мишка что вот такой вот зайчик ну в общем там на картинке будут вот такие вот пушистики в общем они по одной схеме просто из разной пряжи вот кстати всем я доделала хвостики решила что все-таки он нужен кстати делала хвостики все разные здесь вот такой побольше вот так вот прям торчит здесь немного поменьше и здесь такие тоже побольше и совсем маленькие вот но решила что пусть будут так вот такие вот шутки связаны мне очень понравилось вязать из полу шерсти думаю что буду вязать еще может быть не мишек но какие-то игрушки попробую тем более у меня еще остался вот такой вот моточек у меня еще есть там зелененькие синенькие ну как-то они не особо подходит к чему-то а вот из такого серого наверное я все-таки свяжу зайчика ну по крайней мере цвет подходит для зайчика так из игрушек это вроде бы все но я в том месяце еще вязала салфеточку а я показывала вяза блоге что ее начала вязать и вот уже показываем результат схема также под группе вконтакте схема бесплатная нашла я ее просто свободном доступе она мне еще до обработки я ее не стирала не отпаривала ничего просто вот связала и все и так как я была вот есть это вообще никакие манипуляции я не успела с ней сделать результатом я очень довольна впервые вязала вот такую вот как бы выпуклую рельефную салфеточку вот эти шишечки они выступают может быть не совсем видно на камеру ну вот эти вот все шишечки они такие выпуклые рельефные некоторые вот здесь вот детали такие в общем вогнутыми выгнутыми столбиками вяжется здесь вот тоже такой вот столбик кстати впервые такой вязала интересный момент а здесь она просто такая вот гладкая если не ошибаюсь салфетка называется легенда я очень довольна результатом вяжется быстро буквально за два денька связалась она ну то где-то так я думаю что если ее постирать и все аккуратненько здесь расправить каждая пика она будет еще прекрасней главное не подсесть на вязание салфеток очень интересно вязать вот игрушки вроде бы тоже интересно но здесь вот смотришь и прямо удивляйся как просто каким-то столбиком там петельками можно такие как бы кружева делать я мега мега довольна так всех малышей сюда я уложила курочка птичка тоже пусть будет хоть она такая маленькая но все равно это же игрушка вот такое количество вязаных игрушек и салфеточка у меня связаны за апрель я думаю довольно таки хороший результат хоть игрушки довольно таки маленькие у меня уже есть пару готовых работ в мае я хоть и болела но все равно вязала и также есть начатые игрушечки которые я покажу уже в следующем вяза влоге на этом буду заканчивать свое видео спасибо огромное всем за просмотр и всем пока